Приветствую вас, дорогие фейсбилдеры! С вами я Евгения Баглык. Вы очень часто просите меня поделиться своими бьюти-чеклистами, то есть хотите узнать, что я делаю на регулярной основе, чтобы выглядеть свежо и молодо. Сегодня я расскажу вам о своем тренировочном процессе, собственно, как часто, как много я выполняю упражнения для лица, когда я делаю тейпирование и как часто я делаю самомассаж. Итак, начнем с тренировок. Поскольку я уже очень давно занимаюсь фейсбилдингом, уже больше 11 лет, то у меня нету нужды заниматься ежедневно. И поэтому мои личные тренировки у меня проходят где-то 4 раза в неделю. То есть 4 раза в неделю я занимаюсь, я прорабатываю все лицо, и у меня занимает это где-то полчаса. Если вы только начали заниматься, и вам кажется, что невозможно за полчаса успеть проработать все лицо, поверьте мне, что это абсолютно возможно. Когда вы уже освоите идеально все упражнения, у вас тоже будет отнимать фейсбилдинг не больше 20-30 минут в день. Также в те дни, когда я не выполняю комплекс для всего лица, я обязательно делаю несколько экспресс-приемов. Во-первых, на расслабление. Я в течение дня обязательно вытягиваю рот в овал. Для того, чтобы снять напряжение с носогубки, я обязательно дую через губы. Я обязательно надуваю верхнюю губу, чтобы опять же снимать напряжение здесь. И еще я хотя бы несколько раз в день делаю некоторые упражнения для воротниковой зоны и для шеи, потому что особенно, когда много времени провожу за компьютером, вы знаете, что перенапрягается передняя поверхность шеи, голова уезжает вперед, и, конечно же, это плохо и некрасиво сказывается на вашей посадке головы. Поэтому я выполняю несколько приемов. Это обычно просто разминка шеи легкая, без закидывания головы назад. Это очень важно, потому что, когда вы голову забрасываете, вы пережимаете кровоток, и у вас могут перенапрягаться мышцы, которые прикрепляются к основанию черепа, у вас могут смещаться позвонки, если у вас уже есть какая-то предрасположенность к проблемам в этой зоне. Поэтому я рекомендую вам разминать шею очень аккуратно, не забрасывая голову назад. Также я обязательно делаю такой прием в течение дня. Руки собираю перед собой и вытягиваюсь полукругом. То есть важно, чтобы у вас позвоночник вытянулся вот так вот, как бы таким эллипсом, и обязательно, чтобы вы макушку и ладошки направляли в одну сторону. Тогда у вас сразу же расслабляется задняя поверхность шеи, и вы чувствуете во всей спине такое облегчение. Это что касается занятий по фейсбилдингу. Также я использую тейпирование. Очень его люблю. Почему? Потому что тейпы работают, пока я занимаюсь своими делами. Итак, я не ношу тейпы долго. Я остаюсь с тейпами где-то 2-3 часа, мне этого вполне хватает в течение дня. Обычно я наношу тейпы на носогубную зону и на зону уголков рта, чтобы вот здесь вот не перенапрягалась эта часть, чтобы не собирался вот здесь вот спазм. И это я где-то делаю 2-3 раза в неделю. И, как правило, это как раз те дни, когда у меня нет тренировок для лица полноценных. И третий пункт – это самомассаж. Самомассаж я делаю как минимум раз в неделю и стараюсь делать это с утра. Я больше люблю лимфодренажный массаж, потому что он очень хорошо стимулирует лимфоток. Если лимфа застаивается, это плохо влияет на красоту вашего лица, потому что у вас образуются отеки, несвежий цвет лица. А когда лимфа циркулирует хорошо, то тогда вы всегда выглядите очень свежо и с подтянутым лицом. Поэтому я утром хотя бы раз в неделю делаю лимфодренажный массаж. Он занимает у меня где-то 10 минут, не больше. Иногда я это делаю просто руками. Иногда я использую пластины нефритовые гуаша. Это тоже хорошо работает. И вот как раз вот эти приемы и помогают мне выглядеть всегда свежо в любой ситуации. В поездке я, дома я или еще где-то. Я надеюсь, что вам было это полезно, что я вдохновила вас пересмотреть свой бьюти-режим. Что вы делаете, возможно, я побудила вас что-то туда добавить. Если вы хотите, допустим, изучить больше упражнений по фейсбилдингу или изучить приемы самомассажа или тейпирования, мы будем рады видеть вас на наших курсах. Спасибо. Спасибо.